Евгений Голиков 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 Здесь, в Эстонии, да и не только. Но вот о себе как-то действительно впервые. Я обычно, когда мне задают такой вопрос, вот кто я, откуда и зачем, говорю, я ли всё без определённых занятий. Так уж получилось. Когда я заканчивал школу, я в себе вдруг обнаружил некоторые такие вот ораторские способности. И, самое главное, потребность выступить перед аудиторией. Вот сказать что-то. Просто так получилось как-то однажды совершенно в школе, во время какого-то общешкольного мероприятия. Надо было, чтобы кто-то там что-то сказал, ведущий этого собрания взывал так вот совершенно безнадёжно к залу. Вот кто-нибудь, чего-нибудь, меня толкнули в бок мои одноклассники. А ты только этого и ждал, да? Я не ждал. Я так же, как и все остальные, прятался. Но вдруг оказался вот на сцене. И тут, что называется, Бендера понесло. И вот с тех пор не умолкаю. То есть это очень давно во мне. А давно, Евгений, да, для зрителей мы с Евгением давно знакомы. Поэтому, я думаю, что ни для кого это не будет сложностью, если мы будем на «ты». Да, конечно. Евгений, вот ты говоришь про школу, а вообще вот Эстония для тебя – это что? Вот мы сейчас ведём в Эстонии передачу. Эстония – это для тебя дом или второй дом? Или вот как ты ассоциируешь себя здесь? Вообще, на самом деле, для меня Эстония – это очень много. Я даже не берусь сейчас как-то вот в паре фраз выразить это своё отношение. Родился я в 1946 году, понимаешь, очень давно. А в Эстонию приехал в 1958-м. То есть ещё приехал, что называется, в самом начале жизни. Не буду скрывать, приехал, потому что меня сюда привезли мои родители. Отец был военнослужащим, получил новое назначение в город Тарту. Вот на ту военную базу, о которой тогда все знали, и которая была препятствием для человеческих контактов в этом городе и так далее, и так далее. – А там-то Джухад Дудаев был? – Да, Дудаев тоже был командиром дивизии. Но мой папа служил на значительно более, так сказать, скромной должности, неважно. – И школа – это Тарту, да? Детство – это Тарту уже такое особое. – В общем, в большой степени, да, да, да. Значит, жил я, как ни странно, на улице Философии. – Вот так вот. В пяти минутах ходьбы от четвёртой школы, в общем, это была знаменитая школа, бывшая Пушкинская гимназия, и мы как-то этим очень гордились. И в то время, когда я вот начал учиться в этой школе, начиная с шестого класса, это была единственная в Тарту средняя школа, работавшая на русском языке, а потом быстро начало прибавляться число этих школ. Вот. И для меня как раз с этого обретения школы, а я как-то быстро стал патриотом школы, начал заниматься спортом, потом какой-то общественной деятельностью, всё это в рамках школы, всё это вроде как бы для неё. И это меня начало привязывать к тому месту, где я жил. А дальше больше. Дальше, опять-таки, была лёгкая атлетика, тренер эстонец, между прочим, ныне покойный, значит, Мартин Кутман. Ну, такой своеобразный эстонец, родившийся в Грузии и ставший до переезда в Эстонию рекордсменом Грузии по прыжкам в шестом и так далее. И поэтому у него был, конечно, прекрасный русский язык, и он работал в русской школе с русскими ребятами. Но это была уже какая-то ниточка, которая меня как бы привязывала и к эстонской истории. А язык эстонский сразу? Вот эстонского языка долгое время у меня не было. По целому, ряда обстоятельств. Я думаю, ни в коем мире в этом не виновата какая-то установка. Не было во мне установок. Я бы сказал так, что вот моя покойная мама, вот по натуре, она украинка, ну, такая очень русифицированная, и она была человеком очень открытым, невероятно открытым и очень доброжелательным. Поэтому даже вот переехав в Тарту, сразу она как-то сумела найти общий язык с соседями эстонцами. Вот это был русский язык, в общем-то. Понятно, почему люди говорили на не очень хорошем русском языке, с нами, не знавшими по-русски, но у неё были добрые отношения. И через неё как раз у меня появились довольно быстро в дворе дружеские отношения с эстонскими ребятами. — Ну, в общем, ты очень быстро воспринял Эстонию как нормальный свой дом. — Как своё родное, совершенно верно, да. — Вот я об этом хотел тебя спросить. А в Тарту долго ты жил? — Ну, практически всю свою счастливую жизнь. Потому что в Тарту я закончил школу, закончил университет, потом закончил заочную аспирантуру. В Тарту была моя первая работа кафедра философии Эстонской сельхозакадемии. И после этого меня пригласил мой бывший первый работодатель, ректор сельхозакадемии Арнольд Рютель, пригласил в Таллин, когда он стал представителем президиума Верховного Совета. И вот я неожиданно для себя и для многих, наверное, оказался... — В обойме. — Да, оказался в обойме, оказался помощником Арнольда Фёдоровича Рютеля в кадре ОРГе и провёл там пять лет. И тут началась перестройка. Как раз в 83-м году я переехал в Таллин на эту новую работу, а через два года началась перестройка. И, в общем-то, действительно, это в какой-то степени просто непосредственно коснулось и меня. Хотя бы потому, что благодаря вот этой должности я дважды за этот пятилетний период вместе со своим шефом должен был находиться на месячном дежурстве в Москве, в Кремле. И получил, надо сказать, совершенно незабываемую обувь. — Это, конечно. — Вот. И действительно, личные, скажем, какие-то личные контакты с очень высокопоставленными кремлёвскими чиновниками в рамках президиума Верховного Совета. Потом на каком-то этапе оказался достаточно близким знакомым в семье Горомынка. Некоторых других в прошлом. Ну, скажем, до сих пор мы поддерживаем контакты с одной женщиной, которая работала в президиуме Верховного Совета, но её покойный отец был министром ещё в правительстве Косыгина. И пока он был жив, я с ним был знаком. И вот, то есть я как-то соприкоснулся... — Очень целая прияда очень интересных людей. Но перед этим прозвучала очень интересная у тебя такая фраза. Ты сказал, что в Тарту закончилась твоя счастливая часть твоей жизни. Ты хочешь сказать, что переход в обоим политике где-то начал, так сказать, ломать твое мироощущение внутреннее? Или как? Или это просто стало совсем другим? Какой-то ношей, грузом, который надо было преодолевать? Вот почему ты говоришь, что вот это вот счастье, а это уже вроде как что-то, да? А это что? — Да, это звучит каким-то диссонансом. Вот мы начали с того, что я вспомнил, как вот я, скажем, почувствовал себя каким-то оратором, да? И действительно, это была внутренняя потребность, вот потребность исповедоваться перед аудиторией и в какой-то степени угадывать её внутреннее настроение и быть выразителем этих настроений. И мне казалось, эта роль очень близкая. Я считал, что это как раз есть одно из проявлений демократии, да? А потом, когда я попал в реальную политику, конечно, она очень сильно отличалась, это было диссонансом. Но во времена моей работы помощником такого острого диссонанса ещё не было. Я чувствовал себя в известной степени социологом, потому что, учась в университете, начиная как изучать русскую феологию, я со второго курса получил индивидуальный план по социологии массовых коммуникаций, то есть приобрёл ещё как бы две специальности, значит, журналиста и социолога. Правда, долгое время не мог работать ни по одной из этих специальностей. Парадокс заключался в том, что когда я закончил университет и получил этот диплом, понесуществовавший в то время в Советском Союзе специальности, работать мне было негде, как оказалось, потому что лаборатория социологии Тартусского университета была с треском закрытой, её научного руководителя исключили из партии, выгнали с работы. В общем, была целая такая трагедия, скажем так, даже не одна. И, соответственно, там для меня тоже работы не стало. – Евгений, я всё-таки возвращаюсь к твоей работе помощником, Рюйтеля, но ведь находясь в обоиме и будучи помощником у сопоставленного лица, ведь, наверное, всё-таки была большая ответственность и, очевидно, большая, так сказать, доля нагрузки в плане подчинённости, да, то есть это же не то, что ты сидишь где-то на кафедре и решаешь какие-то вопросы, там же конкретные задания с конкретной ответственностью, да. Я вот, тем более, Москва, все эти высокие лица и прочее. Я просто, ну, как бы сжимаю немножко формат, чтобы можно... – Да-да-да-да-да. – Слушать очень много, да. – Да, тут просто хочется понять, как это повлияло на твою жизнь, на твое мировоззрение. То есть вот ты говоришь, первый этап хороший, счастливый, второй этап сложный. – Который продолжается до сих пор. – Ну, вот видишь. – Да-да. Ну, я тогда попробую продолжить. Что я имел в виду? Действительно, я начал заниматься социологией, приобрёл, по крайней мере, этот диплом. Не могу сказать, что профессию в полном смысле слова. Но вдруг, вот буквально где-то за полмесяца до защиты диплома, я уже получил... А я заканчивал университет, у меня было продлёно время учёбы, на полгода позже, чем это положено было, так сказать, обычному студенту, в силу этого индивидуального плана. И мне было предложено пойти работать на кафедру философии Эстонской сейхозакадемии. Так вот получилось, что преподаватель, который работал в русских группах, ушёл, и среди учебного года академия осталась без преподавателя, который должен был почитать философию на русском языке. Вот мне в этом смысле сильно повезло. И действительно, это была работа для меня. И я там проработал 13 лет, и в какой-то степени сблизился с Рютелем. Я продолжал сотрудничать с газетой «Молодёжь Эстонии», для которой готовился в качестве социолога по индивидуальному плану. Поэтому регулярно писал туда. И вот брал интервью у Рютеля, в частности. Он был интересный, содержательный человек, которому было что тогда сказать, и это было всё довольно любопытно. И, видимо, поэтому он и вспомнил, когда стал уже таким, тоже довольно неожиданно, большим начальником. Женя, всё-таки извини. Да, и вот я сейчас закончу. И вот оказавшись у него, мне было прежде всего очень интересно. Как говорила в то время моя коллега Марио Лаурестин, Женя, ты должен заниматься включённым наблюдением. Ты не должен тратить время на то, чтобы вот там, скажем, выслуживаться, искать какие-то для себя возможности, строить карьеру. А ты прежде всего наблюдаешь. И действительно, надо сказать, что у меня в ящике стола до сих пор пылится довольно толстая, больше 300 страниц рукопись о моих впечатлениях от того времени. И плюс довольно объёмный архив того, что я писал для своего шефа, значит, это его выступление, статьи и так далее. Это довольно большое, надо сказать, рукописное наследие. Вот. Это была моя основная работа. Теперь вот по поводу, скажем, каких-то возможных сложностей взаимоотношений с высоким начальником. И всё-таки вот я всё время тебя возвращаю к тому, что ты говоришь, что сложная часть жизни началась вот в этот момент. В чём? В чём? Чуть позже. Вот в чём? Я скажу. У нас формат всё-таки не такой большой. Мы не можем сейчас всё выставшить. Мы, может быть, к этому будем потом с тобой иногда возвращаться, к кому-то встречаться. Но вот хотелось бы понять, понимаешь, мы же сейчас, нас смотрят зрители, да? Они, кто-то тебя знает, кто-то не знает, да? Но интересно ведь понять, почему человек, который прошёл по таким ступеням, да, встречался с таким множеством интересных людей, был почти там где-то в обойме высокой власти, почему он об этом, ну ты об этом говоришь, вот с точки зрения какого-то сожаления? Я понял. Вот это хотелось бы сказать, потому что люди ведь думают, что ну чем выше, тем счастливее. Вот от стволографии, да? Да, да, да. Конечно. На самом деле амплитуда счастья и амплитуда нахождения на какой-то позиции в общественной иерархии совершенно не совпадающие вещи. Я вот сейчас, вот скажем, нынешняя жизнь дала мне возможность познакомиться с некоторыми очень сверхбогатыми людьми, просто очень богатыми людьми. В Эстонии даже нет таких богатых людей. И я должен сказать, что внутренне эти люди глубоко, ну не знаю, вот счастье понятие субъективное, но то, что они очень связаны, то, что они очень несвободны. Есть такое понятие умиротворения, спокойствия. Вот как раз этого-то у них и нет. Этого как раз и нет. До тех пор, пока человек, конечно, не просто превратился в рантье, а вот пытается еще как-то заниматься делами, вот это тяжелейшее занятие. То есть ты хочешь сказать, вот я немножко, может быть, за тебя скажу, чтобы тебе помочь сформулироваться, может быть, что ты человек по натуре, философ, наблюдатель и как бы человек, оценивающий ситуацию, анализирующий, аналитик, готовый проанализировать и выдать какие-то решения по каким-то серьезным вопросам жизни, экономики и так далее, тебя тяготят вожжи, когда вот если тебя куда-то впрячь, то есть и заставить, вот ты тяни вот эту повозку, это тебе в тягость, да? Да, это... Ну вот, я, наверное, правильно сказал, да? Я совершенно с этим согласен. А повозка, связанная с властью, с правительством, она, ну, самая обремененная тяжестью, естественно. Вот, надо сказать, что и в сфере власти требуются совершенно люди разных качеств, потому что там тоже существует внутреннее разделение труда. Вот, скажем, в советское время власть в основном состояла из таких оперативников-администраторов. Вот телефон, вот, так сказать, умение накричать, причем понимаешь дело, не понимаешь дело, неважно. Важно людей поставить на место, дать задачу и потом жестко спрашивать, да? Практически часто так себя ведут и новоявленные, или вот нынешние владельцы чего-то. МЧС такой, да? Да, да, да. Ну, не только. Вот, значит, была такая иллюзия, что вот частная собственность всегда эффективнее, именно эффективнее, потому что частный собственник, он не будет работать против собственных интересов. Вот вчера, скажем, в течение одного дня частный собственник закрыл своей волей две русские газеты. Последние эстонские газеты, работающие на русском языке, потому что МК «Эстония» и этот самый «Комсомольская правда» это филиалы российских газет, выходящие в Таллине. А вот «День за днём» и «Постимес.ру» это вот газеты, которые сегодня уже не существуют. Ясно. Вот. И вот это вот, скажем, решение, и тут не о чем спорить. Надо взять под козырёк и пойти. Вот я должен сказать, что в этом плане у меня диссонанса было не очень много в то время. В силу, прежде всего, личностных качеств Рютеля. Он не заставлял меня таскать за собой чемоданы, не заставлял заглядывать ему преданно в глаза. Наоборот, у него была потребность со мной поговорить по душам. Тем более, что у нас обоих семьи жили в Тарту первые три года моего нахождения. И вот, значит, мы страшно долго разговаривали на разные темы. То есть, Евгений, в принципе, система, она вот такая, а тебе просто повезло. Мне сильно повезло. Вот почитайте, что пишет Иван Иванович Труль, очень симпатичный человек, бывший много лет помощником второго секторя ЦК Кумпартии Истонии. Вот ему повезло мне. Мы об этом послушаем после небольшой рекламы. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Вы решили продать или купить жилье? И, конечно, как можно выгоднее. Обращайтесь в агентство недвижимости «Данский партнер». Наше агентство имеет актуальную базу объектов, которые продаются или покупаются в данный момент. Гарантируем продажу вашей квартиры максимально дорого. Продаем быстрее наших конкурентов, используя современные методики продажи и рекламы. Предоставляем полный контроль над всеми этапами сделки купли-продажи. Только в «Данский партнер» самые низкие комиссионные. Позвоните сейчас и получите бесплатную консультацию по телефону 6-865-375, 6-865-375 или 555-19-822, 555-19-822. В самом центре средневекового Таллина уникальный грузинский уголок. Творение блюд ресторана Тбилиси смело можно отнести к авторской кухне. Загляните сюда на улицу Рюйтли-18. Все просто, но аутентично и мило. А главное – сытно, добротно, душевно. Теперь можно закончить свой мюсер, который ты начал. Ну, я просто хочу сказать, зная, так сказать, судьбы некоторых своих коллег, что не всем так везло, как мне с Рюйтлием. Просто он был действительно в то время очень скромным, думающим человеком, вот со своим жизненным опытом. И что я очень ценил и что мне очень помогало, он старался относиться ко мне немножко по-отечески, но в принципе как к равным. Это действительно очень дорогого стояга. Очень интересно. Вот этот блог, который мы сейчас услышали, конечно, его можно слушать часами, потому что жизнь интересная, у каждого человека интересная, и каждому есть что-то сказать. Но у таких людей, как ты, есть изюминка, вот общение с многими людьми во многих странах и так далее. Вот хотелось бы услышать, Женя, а вот как ты думаешь, вот мы сейчас начали немножко новый формат, это передача «Остелография», вот какие бы, может быть, твои мысли, как лучше ее построить, чтобы нашим уважаемым зрителям было интересно ее слушать таким образом, вот я себе представляю, да, как будто мы с тобой вместе, скажем, пришли вот в гости к людям, и сейчас где-то на диване в своем доме, мы с ним пришли и говорим с ними о чем-то вот о насущном. То, что их интересует, ведь каждого интересует немножко разное. Кого-то интересует, как завтра ребенка в школу отвезти или там в садик, кого-то интересует, как больше денег заработать, кого-то, как семью сохранить, ну и политика, конечно, и безопасность и так далее. Вот в двух словах, вот как ты считаешь, что мы можем в этой передаче сделать более интересно для наших уважаемых слушателей? Я хочу сказать, что и на этом экране, вот в рамках тех передач, которые предлагает Арсен Тиви, существуют очень разные форматы. Некоторые из них я, ну, как бы так вот не смотрю, потому что мне это неинтересно. Я понимаю, что все мы очень разные, то есть когда вот мы просто зрители, когда мы аудитория, то мы действительно очень разные люди и, наверное, охватить всех невозможно. Но вот то, о чем ты говоришь, предполагает некая, так сказать, попытку нащупать вот ту границу, где общественное и личное должны совпадать. Вот я тут же вспомнил о том, что в свое время президент Рузвель, знаменитый американский президент, вот он ввел этот формат, тогда не было телевидения, было радио, вот эти беседы у Камина. Раз в неделю он обращался, как простой человек, сидя у себя в своей квартире у Камина, обращался к нации. И вся нация собиралась у радиоприемников, потому что, во-первых, это было очень значимо. То есть здесь люди чувствовали себя не просто как вот там Джон Смит и так далее, и так далее. Все мы очень разные. Одному нравится там джаз, второму рок, третьему еще что-то. Но они чувствовали, что мы все граждане и участники этой большой страны. У нас есть нечто общее, у нас есть что-то общее в судьбе. И вот человек, который как раз нас в известной степени объединяет. — То есть ты предлагаешь нам стать двумя розовлетами. — Ну, в известной степени попытаться сыграть похожую роль. При этом ни в коем случае не исключая право каждого человека оставаться самим собой. Если мы будем говорить о политике, это не значит, что люди, которых очень интересует, я не знаю, например, шоппинг, или спорт, или секс, или еще что-то, чтобы они, так сказать, вот тут же выключали эту программу, а вдруг и для них. Может быть, у них тоже есть какие-то 5% интереса к этим темам, да? То есть попытаться найти. И второе, что я хочу сказать. Мне кажется очень важным, вот большая часть моей жизни прошла в другом обществе, просто в другой общественно-экономической формации, которую называлось Советским Союзом. Вот. И мне кажется, что одной из больших проблем того общества было в том, что в ней было очень мало диалога. Вот. Одни люди говорили, у них было право говорить, у вторых было только право слушать и фактически брать под козырек, да? В принципе, мне кажется, что качественные различия между обществами по-настоящему можно констатировать, что они наступили тогда, когда вот на место вот этого монологического общества все-таки появляется общество диалогическое. Хорошо. Мы с тобой... Поэтому хотелось бы не только говорить, но и слушать, чтобы на нас реагировали, чтобы нам задавали вопросы. Может быть, даже вот такая как бы вот инновация автора самого интересного вопроса недели или месяца приглашать сюда и с ним говорить по душам о его жизни, о его проблемах. Вот. И искать иными словами повода для вот этой обратной связи. Для того, чтобы этот на сегодняшний день не самый значимый канал информации в Эстонии сделать более значимым, потому что, честно говоря, пространство информационное, особенно на русском языке, к сожалению, все-таки сокращается. Да, оно сужается. Хорошо, Евгений. Очень хорошая мысль. И мы, конечно, будем с тобой вместе на эту тему думать и будем стараться достигать тех целей, которые будем перед собой ставить. А теперь хотелось бы, вот так как программа, передача называется «Осцелография», мы уже говорили о вот этих колебаниях, вот хотелось бы тебя спросить на злобу дня, а какое на сегодняшний день, на твой взгляд, самое такое яркое, значимое и, может быть, ощутимое для социальной жизни Эстонии колебание? Ну, тут, правда, было убийство одного из главарей преступного мира, но я думаю, что большинство людей, которые живут, не связаны с этим миром. По-моему, это не настолько актуально. Вот я просто так предваряю возможные. А вот все-таки, на твой взгляд, да, вот всплеск, какой вот сейчас интересы? Может быть, президентские выборы? Да, безусловно. Все дело в том, что я вот пытаюсь вспомнить, какие мы были предыдущие президентские выборы. Были там какие-то вот запоминающиеся моменты? Для меня нет, они оказались стертыми. И это связано с тем, с одной стороны, что роль президента в эстонской политике, в эстонской политической системе действительно невелика. У нас республика какая? У нас парламентская республика, вот, где президент выступает такой вот промежуточной и балансирующей фигурой. Больше фигурой морального плана, чем политического. Но вдруг, довольно неожиданным образом, роль президента сейчас оказалась поднятой на какую-то вот новую высоту самим фактом сложности избрания. Я бы сказал, внутренним драматизмом этого избрания. А можно вопрос сразу? Возникает вопрос. А может быть, так как мы говорим, что президентская, ну не президентская, парламентская республика, и вроде бы основное лицо государства, это парламент и его лидеры, да? Ну, по структуре. А президент так, ну вот, так сбоку сидит, наблюдает, там принимает участие по необходимым процедурам, да? Может быть, я просто вопрос задаю, может это связано с тем, что государство и само устало, может быть, и народ устал от, так сказать, безликости некой парламента, его, так сказать, размывчатости, которая, может быть, с каждым годом только усиливается, и в связи с этим растет интерес к фигуре конкретной? Ну, мне кажется, что вот в нынешней ситуации многое, что переплелось, и мы имеем как бы два этапа этого драматического забега. Я вот считаю, что... А что драматизм? А драматизм заключается в том, что на первом этапе был явный фаворит, которого не избрали. Кто это? Это Сим Калас. Человек вот по внешнеполитическому весу в Эстонии, по опыту политическому, по реальным заслугам, скажем, будучи первым президентом Банка Эстонии, он как раз ввел в обращение эстонскую крону, и очень успешно. В 1992 году это было сделано. Это действительно был очень значительный вклад в это экономическое ускорение Эстонии на первых этапах. Фигура Каласа... Да, это понятно. Не будем забывать, что Калас 10 лет проработал в Брюсселе фактически вторым человеком в общеевропейском правительстве. И что произошло? Ну, до конца мне тоже там не все понятно, но в конечном итоге получилось так, что Калас, оказавшись формальным победителем, получив вот в конечном итоге голосов больше, чем его соперник Алр-Икс, не набрал необходимого для избрания количества голосов в силу того, что 60 депутатов или участников этого собрания избирателей проголосовали протестным образом. То есть... Против всех? Да. Они проголосовали против всех, да? И вот, я думаю, что это является одним из показателей, вообще говоря, проявляющегося у нас внутри политического кризиса. Вот, значит, по поводу... Безликость нашего Риги Кога, нашего парламента, к сожалению, это состоявшийся факт. И в известной степени эта безликость связана, между прочим, и с особенностями нашей политической, нашей партийной системы. В основном, да, собственно говоря, на 100% парламент формируется из представителей политических партий. Безусловно. Вот. А политические партии у нас так сложилось с самого начала, потому что политического опыта и опыта строительства партий после вот этого более чем 50-летнего пребывания на территории Эстонии и Советского Союза у нас не было, потому что там тогда каждый человек был лишён вообще политического опыта. Это с одной стороны. С другой стороны, мы начали перенимать достаточно, я бы сказал, в этом плане уже протисающий западный опыт, потому что кризис... Евгений, я понимаю, я тебя немножко перебью, всё-таки это, кстати, тема отдельной передачи, мы обязательно поговорим о партиях, тем более и ты, и я, мы были в партиях, ну ты, конечно, больше, я поменьше, но мы как бы знаем, и это отдельный разговор. И всё-таки я тебя возвращаю, ты сказал, драматизм выборов президента. Вот, чтобы не отвлекаясь, время у нас ограничено. Вот в чём драматизм? На первом этапе было пять реальных кандидатов, серьёзных кандидатов, выдвиженцев от политических партий, от тех политических сил, которые есть в Эстонии. Никто из них не проходит. Хотя несколько месяцев шла предвыборная борьба. Драматизм заключается в том, что на втором этапе, вот я сейчас с вероятностью близкой к 100%, могу предсказать, так же, как и ты, так же, как и практически 90% жителей Эстонии, что в понедельник президент будет избран, и мы даже знаем, кто станет президентом. Очевидно, это будет женщина по фамилии Калю Лайт, которая до сих пор проработала 12 лет в Лексенбурге, и очень многие, даже активные политические фигуры в Эстонии не видели её в лицо. Хотя вот то, что я прочитал о ней за последние два дня, говорит скорее в её пользу, чем против неё. Видимо, человек, она интересная, содержательная. Но вот, честно говоря, поскольку я себе создал совершенно другой образ президента, который нам сейчас нужен, она сильно не встраивается в эту мою структуру. А какой нам сейчас нужен президент? И опять же, если у нас парламентская республика, вот у нас были президенты, в принципе, их влияние, вот нас смотрят зрители, да? Да, вот опять же, мы же всё время должны помнить, что мы сейчас не в Риге Ково где-то, да? А мы общаемся с простыми людьми. Вот какая разница простому человеку, жителю Эстонии, независимо от национальности, русский, эстонец, евреи, украинец, без разницы. Какая ему разница? Кого из этих четырёх выгодит президент? Что от этого изменится? В лучшую или в худшую сторону? Конечно, на самом деле, вот дистанция между судьбой рядового человека, конкретного человека и, скажем, президентской позиции очень большая. Ну, так а может быть, и с боксом, и пусть и с другим. Ну, я думаю, что не будем всё-таки, не будем как-то очень снижать уровень нашей передачи, в том плане, что такая точка зрения есть. Её обычно называют обывательской. Ну, она тоже, она понятна, откуда происходит. Значит, люди, скажем так, моего возраста, очень многие люди привыкли к тому, что за них многие проблемы решают начальство. И вот и сегодня очень многие, так же, как и мы, говорящие на русском языке, жители, там, и Таллина, и Кохлоярви, и Нарвы, и Силамя, вот они сидят вот в своём, скажем так, в своих проблемах и говорят одно. Вот где бы найти такого начальника, который бы, скажем, мне зарплату повысил или пенсию увеличил бы? Вот бездушные наши начальники. – Ну, ты же сам сказал, в Швейцарии. – Да, это было. – А, кстати… – Или в Лексенбурге. – То есть в Лексенбурге, да, извиняюсь. Так а не получается ли, вот ты сейчас говоришь про обывательский стереотип, да, получается, что, если прислушаться внимательно к твоим словам, получается, что вся политическая элита Эстонии – это обыватели, которые хотят одного, хотят вот каких-то лиц, а им какие-то начальники приводят другого лица и говорят, «А вот у вас будет президент такой». – Вот я бы сказал… – Нет, так получается? – Ну, действительно, здесь требуется, видимо, отдельная передача, может быть, даже не со мной. Я предложил бы, например, большого знатока эстонской политики Яка Алика, который по многим нюансам может более точно высказаться по поводу как раз проблемных точек эстонской политической системы. – Хорошо. Евгений, я прошу прощения, наш формат на сегодняшний день закончен. На этой оптимистичной ноте об обывателях и… – В политике. – Да, в политике и вообще, значит, и о возможных приглашениях таких интересных людей, как Яка Алик и другие. Мы на сегодняшний день передачу, уважаемые зрители, заканчиваем. Спасибо большое нашему гостю, спасибо вам, кто слушал нас, кто, надеюсь, что-то понял из того, что мы говорили, что-то вынес для себя, и до встречи через две недели. Спасибо большое, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...